его не стоит представлять говорить о том что он самый безопасный трейдер что он в трейдинге заработал более 20 миллионов долларов это президент компании герчик и код трейдер с 25-летним опытом александр михайлович герчик александр михайлович здравствуйте здесь да вы уже здесь здравствуйте доллар я вас очень-очень рада видеть очень да прям очень сильно александр михайлович вы даже не представляете насколько ну тоже есть всегда telegram всегда можно написать прямо там александр михайлович очень рада видеть и все остальное это правда это правда александр михайлович всегда с нами на связи со всей своей командой всегда отвечает спрашивают как дела и вот хотела нашим зрителям рассказать что сколько лет я уже с вами знакома ни разу александр михайлович мне не сказал там надя или там что-то так всегда надюша надюша всегда ну конечно могу чуть-чуть могу ты знаешь мы сегодня утром мнение я имею ввиду не въебывайся никогда бы так не сказал не имеете ввиду что ты делаешь никогда бы не сказал ты знаешь будешь смеяться мы по утрам 8 утра в нью-йорке собираемся ребятами и пьем кофе там у нас на шипседей пожалуйста кто хочет я всегда говорю об этом 8 утра ребят собирается не знаю что просто никогда не надо договариваться не всегда я могу прийти ну всегда приходят там другие ребята там это трейдеры наши кто-то только начал кто-то как бы уже торгует так вот мы сегодня как раз говорили одну очень важную вещь что если сотрудников ты любишь они этим естественно тоже также хорошо отзывается и смысл то что у вас люди работают очень много лет ну если ты гандон прорезни до твои сотрудники по сути дела никогда с тобой не будут нормально разговаривать вот даже там если я на кого-то наезжаю дату я всегда записываю сообщение голосовое где я человеку объясняю почему я на него наехал то есть не просто там сказать человеку там да ты взял там все испоганил ты испортил ты себе не так что-то сделал я человеку беру и записываю голосовое сообщение так же самое когда я человека выкидываю своей жизни по простому ставлю крест я тоже самому записываю голосовое сообщение перед тем как его заблокировать да не просто там как детский сад вот это заблокировал а я достаточно взрослый мужик уже как бы седой весь борода скоро как у дед мороза будет белая я всегда записываю сообщение вот недавно буквально месяца три был человек которого там я вычеркнул своей жизни притом я ставлю крест раз и навсегда закон по жизни один что второй шанс получает только семья а все остальные второй шанс и получает ну потому что если человек первый раз там просрал вот это оступился не получилось не хотел я в эти вещи не верю если человек по сути дела это сделал то это он сделал преднамеренно поэтому надо сразу прощаться потому что болит тебе то есть для того чтобы убрать это из своего психологического состояния надо просто этого человека там это как зараза да и это надо убирать антибиотики там палец отрезать и все остальное наверное скорее всего от этого и надо сделать вот я человеку недавно которого вычеркивал мне даже сын я его научил есть такое слово называется поставить крест вот прямом смысле слова забить кол поставить крест если человек там портит мне жизнь я просто ставлю на нем крест беру телефон записываем голосовое сообщение объясняю почему я это сделал и честно мне уже все равно понял он это или не понял мне его мнение уже абсолютно не интересно потому что я это выкинул от себя вот это самая большая проблема и она очень часто я немножко забегаю за свою речь впереди я сегодня подготовил как бы речь очень интересно и она очень часто людям вообще мешает жить по жизни да потому что люди не могут вот это вырвать эту занозу которая сидит большинстве количества людей это касается и родителей и там друзей или там проблем каких-то или даже вот трейдинга человеку очень тяжело очень тяжело из себя выкинуть вот эту проблему вот это самое тяжелое из-за того что люди не могут выкинуть эти проблемы они внутри страдают то есть они по простому переживают вот эти проблемы внутри они болеют но ничего не могут сделать и вот если люди когда научатся что-то делать тогда по сути дела у них появится какой-то шанс то есть я тоже был не подарок я только наверное клемить и вешать ярлык на людей не спешите ну мне 52 года я прожил очень обширную жизнь на сегодняшний момент и я очень легко могу о человеке рассказать все в течение 10 минут своего общения я никогда никого не клемю и ни на кого не вешаю ярлыки я просто делаю выводы когда мне говорят ты на кого-то обиделся игры никогда не обижаюсь я просто делаю выводы и все а если человек гандон то ему надо сказать что он гандон потому что иначе ему этого никто не скажет кроме вас и вот это то мне надо клемить и все остальное это люди которые трусы это люди которые боятся сами себя даже сами себя они будут сидеть и хавать вот это говно который им кто-то рассказывает и они никогда в жизни тебе не скажут наде знает 7 что-то не нравится это неважно кто это мой партнер или и мои сотрудники или еще я объясню что мне не нравится я не скажу никогда я этого делать не буду потому что я точно такой исполнитель так и все остальные например кто сюда пришел я всегда скажу там надюш а можно сделать по-другому а потому что надя у нее своя зона ответственности она профессионал своего дела если она у меня работает я говорю что она дурочка значит я точно такой дурак потому что я взял дурочку на работу зайти из хорошая очень поговорка вы хотите анекдот есть очень хорошая поговорка друзья никогда не смейтесь над своей женой и над ее выбором потому что вы у нее один вот мишутка у нас пытается быть таким умным давайте ответим на вопрос может быть что у человека тяжелый период я не против тяжелого периода я за то чтобы даже тяжелый период оставаться человеком у нас с иваном то с иваном тоже были тяжелые периоды в жизни а и мы всегда оставались людьми даже когда были тяжелые периоды надя скажет она с нами много лет мы никогда в жизни ни одному сотруднику не задержали зарплату не задержали выплату ничего мы доставали свои собственные деньги из кармана и выплачивали нашим сотрудникам и когда в прошлом году началась война мы всем сотрудникам сказали никто никого увольнять не будет не переживайте вы будете спокойно работать даже если мы не будем зарабатывать деньги или мы потеряем свои деньги очень мало кто так поступил мы так поступили я своим сотрудникам могу смотреть в глаза я не уволил да когда там произошло 3-4 месяца и мы увидели например что была просадка по бизнесу все остальное и мы увидели что есть люди которые по простому балласт да это бизнес и получается там если я достаю эти деньги с карманы я крадываю свою семью там а иван оправдывает свою семью а естественно мы людям сказали никто на нас никогда не обижался я могу спокойно говорить об этом в прямом эфире смысл жизни предельно простой надо оставаться человеком по жизни даже когда у тебя тяжелое и плохое время вот это и показывает твою человеческую сущность кто ты есть кто ты есть в этой жизни если когда у тебя все хорошо бля это ты крутой у тебя все заебись а когда у тебя плохо ты вдруг гандон это показывает то что ты внутри такой же а вот остаться в период тяжелых моментов когда тяжело в жизни когда всем плохо оставить будем верить так у себя внутри и где-то схавать вот это нет поэтому поверьте мне когда кто-то делает вашу сторону что-то плохое а потом он говорит ну извини я не хотел блять хотел не хотел когда человек преднамеренно сделал что-то в твой огород он готовился к этому не стройте себе никаких иллюзий пока вы молодые по кому-то 20-25-30 лет выравниваете ситуацию прогоняйте лишних людей своей жизни потом будет очень тяжело эти люди застрянув как заноза и знаете что самое обидное самое обидное то что вы сможете потом привыкнуть к этому состоянию к тому что эти люди а это зараза которая живет в вашем организме это как вирус понимаете если вы не мне не и миша везде к образу золотым сердцем ну конечно начальными делает говно и у него золотое сердце я не хотел идти тебе там плохо сделать ну чисто случайно получилось ты ты же меня прости человек должен отвечать за свои поступки вот это самое главное а большинство людей за них сожалению не отвечает поэтому пока вы молодые пока у вас есть возможность окружите себя теми людьми которые за вас болеют которые за вас переживают которые вас по-настоящему любят а самое главное которых по-настоящему интересует и волнует ваша жизнь которые даже если вам будут сострадать то будут состровать потому что они действительно это чувствует они потому что сострадание кому-то это красиво вот это очень и очень важный фактор да и там я хотел по сути дела сегодня по любому что-то там больше про жизнь рассказать я смотрел выступление там некоторых ребят я сейчас вам по простому скажу свое личное мнение поэтому мой совет один мой света не убирайте лишних людей с дороги знаете как сказал когда-то леонов евгений леонова великолепный артист в разведке был там войну прошел он сказал одну очень важную фразу он сказал что обиды это как мешок с камнями тащить его с собой не надо поэтому очень важный фактор очень важный фактор самый самый важный фактор наверное это просто выкинуть этот мешок вот тут не кали написала такие люди должны быть наказаны не надо никому наказывать никогда я никогда в жизни никого не наказывал никому не мстил никого не проклинал я просто отпускал людей так у меня были ситуации и когда мне один раз сделали очень большую гадость я приехал человеку через силу хотя мне просто хотелось взять молот и поломать ему череп я сел напротив него и сказал значит я тебя прощаю вот это наверное самое тяжелое что в жизни можно сделать простить не надо никому никогда вообще мстить не надо никого наказывать кто кто мы такие чтобы кого-то наказывать я просто исключаю человека из своей жизни он для меня умирает и все для меня больше этого человека не существует зачем я буду свое маленькое сердце да по простому вообще ломать ради какого-то человека который лишний в моей жизни жизни вот зачем это касается даже вот по когда вы торгуете это касается абсолютно того же самого зачем пропускать вот эти плохие сделки а мимо себя да вы пропускаете эти сделки вы болеете в этом живете одно это сделка это всего лишь одна сделка всего лишь одна сделка знаете как китайцы говорят после туч после туч всегда солнце вот станислав это мой студент говорит жизнь бумеранг и надо думать что кого-то это там накажет вы знаете ну бог это не 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 система карающие да потому что если вы посмотрите вы увидите огромное количество нацистов во время войны которые прожили до 95 лет которые там угадошили ну десятки тысяч людей десятки тысяч людей и тем не менее они остались живые абсолютно не были наказаны за свои поступки но это же тоже с другой стороны не корректно да но с другой стороны ну кто вообще может понять правильно это или неправильно цель она предельно проста ты живешь своей жизнью у тебя есть там своя семья за которую ты отвечаешь родители дети он и мужья у кого кто все а все остальное это эти люди либо доставляют тебе удовольствие либо не да когда там извини за выражение там там звоните мама 30 раз на день и сверлить тебе мозг это твоя мама когда тебе ребенок там звонит и жалуются это твой ребенок когда тебе звонит сестра и жалуются например там на мужа или 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 звонит тебе брат и жалуются на жену это семья а все все остальное все остальное это ну это просто чужие люди знаете как когда-то у меня был один старший товарищ мне сказал одну феноменальную фразу он мне сказал что жизнь это поезд и в первом вагоне потому что это твоя жизнь а все остальные там 2 3 4 и те люди которые у тебя в первом вагоне они с тобой остаются но если человек по какой-то причине вышел с первого вагона и попал во второй обратно никогда больше первый вагон не зайдет так и ваша жизнь то есть вы должны вашу жизнь сочетать с чем-то виде первого вагона да это очень важно что жизнь это первый вагон это ваш вагон и кто в этом вагоне будет решаете только вы никто другой не может в жизни никогда решить кто будет в вашем вагоне вашем вагоне находитесь только в если вы человека отправили во второй вагон ну-то 2 3 5 все он никогда больше первом вагоне не будет поэтому очень важная часть жизни это просто научиться различать и все остальное великое всепрощение исключения лишних ну нельзя сказать прощать отпустить но если это не ваше то это не ваш локомотив естественно это вы есть это ваша жизнь и вы локомотив своей жизни поэтому если вы просто элементарно научитесь определенным каким-то вещами просто рассказываю про свою жизнь я не никому ничего не советую потому что но у каждого есть своя жизнь но запомните одну вещь если у вас отрезали ногу не дай бог никто никогда в жизни не будет на вашем месте человек никогда не поймет что что такое быть без ноги или быть без руки или быть без глаз и когда люди говорят я тебя понимаю то никто ничего не понимает когда тебе плохоhhh тебя все будут сочувствовать и когда-то один умный человек мне сказал одну вещь очень важную запомните он мне сказал знаешь что твои друзья они по знаю тоagain тел и плохо когда тебе плохо люди все сочувствовать а а твои познаются когда тебе хорошо очень мало кто может пережить чей-то успех вот если действительно ваш друг действительно за вас радуется потому что у вас получается вот давайте представим простую ситуацию представьте себе вы пришли в трейдинг курс перезагрузка только для жителей украины нахуя вы вообще понимаете эти националистические вопросы вот мне просто интересно где вообще вообще было вообще это слово что это для жителей украины для клуба картель у нас люди с 60 стран мира шестидесяти никто не смотрит людей по национальному признаку потому с какой республики или с какой стороны они пришли поэтому даже не поднимайте вот такие национальные вопросы для меня все абсолютно нормальные и абсолютно честно безразлично национальность не самый главный человек есть хорошие среди русских, есть плохие люди среди русских, есть хорошие люди среди украинцев, есть плохие люди, есть плохие люди из мусульман, есть хорошие люди из мусульман. Это те люди, которыми ты себя окружаешь. Так вот, то, что я вам начал рассказывать, Надя, что я начал рассказывать, а ну расскажи. Вы начали рассказывать о том, что важно, что когда люди не только с вами в плохие моменты, но и когда они в моменты радости. Так, а потом я сказал еще что? Что познаются люди именно в момент успеха. Так вот, смотрите внимательно. Немножко ты отошла от темы, но не важно. Слушай более внимательно. Сюда не смотри направо, на меня смотри. Итак, смотрите, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Вот представьте себе, вы пришли в трейдинг. И неважно, получается у вас или не получается. Это ваше начинание. Это ваше решение. Только вы можете принимать это решение, куда дальше идти. Вот это очень и очень важный факт. Надя, ответь человеку на вопрос, он сказал, что не забивается другой номер телефона. Я вижу твой привет, я вижу и читаю комментарии, так что все нормально. Я сейчас в Нью-Йорке, но живу между Нью-Йорком и Майами. Так вот, представьте себе такую ситуацию. Вот этот человек вам приходит и говорит, да нахуя тебе это надо? Это трейдинг, это вот, блядь, это там казино. Но этот человек как будто говорит, что он вам пытается вас спасти. Может он никогда в жизни не проходил это? Может он не знает, что это такое? Я не говорю, что трейдинг хорошо или плохо. Об этом будет вторая часть моего выступления. Что это хорошо или плохо, оно нужно или не нужно. Но это ваше начинание. Да, вот мой сын ко мне пришел и когда он выбирал профессию доктора, я сказал, ты знаешь, даже если бы ты ко мне пришел и сказал, папа я буду художником и ты 10 лет не будешь зарабатывать свои деньги, будешь с утра вечера рисовать картины. Ну это твое начинание, то что ты любишь, я бы тебе сказал, я могу себе позволить содержать тебя, чтобы ты был художником. И моя мама мне сказала когда-то одну вещь, кем бы ты ни был или кем бы ты ни хотел быть, я тебя всегда поддержу. Это очень и очень важный фактор. Надо поддерживать своих друзей по-настоящему, даже если вам это не нравится. Если вы хотите аргументированно убедить человека в том, что это плохо, то тогда вы должны честно сказать, например, если вы абсолютно недисциплинированный человек и вы потеряли деньги в трейдинге, потому что вы недисциплинированный, вы не можете никому давать советы, это хорошо или плохо. Если вы ехали на машине и вас, вы ехали на красный свет и вас ударили, вы уходите, говорите, блядь, этот мудак ехал, но ты же ехал на красный свет, ты же должен понимать, что это твоя проблема, что это твой косяк и что, читай, Надя, комментарии. Читаю, читаю. Отвечай. И это твой косяк, это твоя проблема, то есть этот человек, например, вот если я в трейдинге, ссылка на курс не работает. Если я в трейдинге, я могу людям давать советы про трейдинг, если я в стройке, я могу давать людям советы по стройке, но если я не в стройке, если я не в трейдинге, а человек открывает какой-то магазин и я ему скажу, там магазин это говно, ты никогда не будешь в нем зарабатывать деньги. Это очень важно, очень важно, это поддерживать своих детей, поддерживать своих близких, даже если используете VPN, даже если вам это не нравится, это же их начинание, они же хотят попробовать. Вот это очень важно. Ой, не ешь это невкусно, блядь, тебе это невкусно, а ему это вкусно. Поэтому, если вы кому-то даете совет, очень хороший, знаете, как у евреев говорят, хорошего совета тебе никто не простит, будьте уверены, что вы были в этой ситуации, вы конкретно знаете, что сделать в этой ситуации, и тогда, тогда образно у вас воцарит счастье. Но если вы знаете, что вас окружают люди, которые вам говорят, вам это не надо, эти люди вас утаскивают вниз, от таких людей надо избавляться, надо, чтобы друг тебе сказал, братан, слушай, кто-то где-то говорит, что трейдинг это говно, знаешь, попробуй. Моя мама научила меня об одной вещи, вот Инна Евсеева сказала, обожаю как материться, Инна Евсеева сказала одну вещь, очень правильно, я тоже очень люблю материться. Так вот, друг тебе должен сказать, братан, пробуй. И моя мама мне когда-то сказала одну вещь, лучше жалеть о сделанном, чем жалеть о не сделанном, по одной простой причине, потому что все это опыт. Опыт не бывает плохим или хорошим, все опыт. Если где-то вас чпокнули, значит вы не были готовы к этому, или не подготовились, или не попридержались. Если вас обманули, значит либо вы позволили себя обмануть. Если меня кто-то обманывает, значит я просто позволил обмануть себя. Вот Рома тут только сказал правильно, это вилософия садиков. Я своего сына с детства вот так вот готовил. Я сказал, послушай внимательно, от хороших людей, от плохих людей нужно избавляться очень быстро. Хороших людей нужно всегда держать в тепле. То есть нужно их просто вот обнимать и не отпускать. Вот это твои люди. Есть твои люди, а есть все остальные. Нет слова чужие. Есть все остальные. Есть свой круг. Вот это очень важно. Извиняюсь, что дал повод посчитать себя националистом, но при регистрации страна не меняется. Земля. Еще раз. Я не сказал, что вы националист. Я сказал, не надо делать эти националистические выходки. Получается, что я еврей. Сейчас евреи вообще не в моде. Так получается, что все должны против евреев быть. Нет. Здесь вопрос один. Мы вообще не поднимаем национальный вопрос. Я сказал, безразлично с какой вы страны. Попробуйте либо VPN, либо еще что-то. Либо напишите в поддержку. И вам все помогут. Никаких вопросов нет. Я всех очень люблю. Я никогда в жизни, даже мне иногда, ребята из Узбекистана пишут вообще на каком-то корявом русском языке. Но я понимаю, что они из Узбекистана, их не все учили русский язык. Что это значит, что мне с ними не разговаривать? В этом и есть смысл. Именно любви настоящей. Как сказал Андриана Челентана, чтобы любить людей, надо понимать, что все люди разные. Все люди разные. Мы все разные. И все. Быть терпеливым – это одно. Быть терпелой – это абсолютно другое. Поэтому очень важно, на самом деле, вот Станислав Филипский говорит, мой студент, окружение очень много значит. Выбирайте себе окружение. Это же ваше окружение. Это как Надя. А на сколько лет ты с нами работаешь? Почти четыре. Четыре года. Ну, она же выбирала, где она будет работать. Она же могла идти в другое место работать. А вы знаете, ко мне недавно пришел парень, и в 2013 году я его пустил бесплатно на семинар. И он пришел ко мне на семинар, сидел, у него была проблема очень большая. Я не помню, что было, но он сказал, что у меня очень все плохо было, прям беда была. Ну, в зале было место, и я его пустил. И он мне недавно сказал, что я пришел к вам работать за меньшие деньги, чем мне платили только потому, чтобы работать у вас. Вот это и дорогого стоит. Поэтому выбирайте себе окружение. Выбирайте себе людей. И вот, представляете, вы за 200 долларов выберете другую работу, другую работу, только потому, что платят за 200 долларов больше. И будете сидеть и слушать вот этого говнобоса, да, своего, который вам будет, блядь, каждый день сверлить мозг, и делать какую-то вообще хуйню по отношению к вам, будут к вам относиться как к скотине, просто за 200 долларов. Вы знаете, лучше пойти к человеку, которого вы любите, за меньше денег, и лучше на выходной пойти и эти 200 долларов за два дня заработать где-то на лекси, чем сидеть и слушать какого-то мудозвона, который тебе, блядь, просто тебя за человека не считает. Вот это очень важно. Я всех своих сотрудников, Надя правильно говорит, я разговариваю там, Надюша, Викуся, там, Леночка или еще что-то. Очень важный фактор, очень важный фактор, то, что, вот, мы говорим про душу, и люди здесь говорят про какие-то минимальные лоты. И это показывает людей, которым абсолютно насрать, то, что мы здесь сидим, говорим, там, по душам сердечно, и людям просто насрать, там, вот они сидят, там, про минимальные лоты какие-то, там, и все остальное. Поэтому, сейчас там, Надя, дам слово, очень важно, действительно, выбирайте себе окружение, то есть, вы же сами можете его выбрать, никто не может за вас выбрать ваше окружение. Но если у вас говнодрузья, ну, честно, значит, с вами что-то не то, значит, вы себе выбрали себе подобных. Вот это очень важно. Поэтому, это не то, что совет, это не то, что совет, а просто, наверное, ну, это мысли вслух, это мысли вслух. Пускай будет меньше. Вот я недавно, недавно там записывал видео. Я сейчас был в Праге, был на семинаре, ко мне приехал друг, с которым я дружу 38 лет. Он специально из Германии ко мне приехал, там, за рулем был там 15 часов, просто, чтобы меня увидеть. У меня два друга 38 лет я дружу, и два друга, с которыми я дружу по 46 лет. 46. У некоторых друзей, у нас, у нас разные сословия, да, там, я богатый, а не бедный, в прямом смысле слова. Но когда я приезжал там на семинар или еще куда-то, я покупал билеты, и они приезжали ко мне. Так вот, самое главное, чтобы подчеркнуть вот эту вот часть, это надо в жизни остаться человеком. И когда моя бабушка умирала, очень много лет назад, там, 30 лет назад, в 93-м году, и в 92-м, я еще был в Одессе, я ее спросил, бабушка, что вообще самое главное в жизни? Она сказала, самое главное в жизни, где бы ты ни летал, не забывай только одну вещь, нужно остаться человеком. И вы знаете, вот я честно очень горжусь. Нельзя о себе говорить, я не нарцисс. Все те, кто меня близко знают, они знают, да. Я всегда говорю одну вещь, самое тяжелое, это остаться человеком в любой ситуации. Да, бывает определенная ситуация, тебя обманули, тебя кинули, тебе не отдали деньги и все остальное. Моя бабушка сказала одну феноменальную поговорку, о которой я всегда всем говорю. Мудаком быть у тебя всегда будет шанс. Вот, я немножечко влезу к вам, Александр Михайлович. Я на самом деле хочу подтвердить то, что то, что говорит Александр Михайлович, это не просто, что он там в эфире это говорит, а я сижу и киваю, потому что я работаю в компании Александра Михайловича. Потому что он действительно... Я могу открыть Телеграм и просто показать переписки со своими сотрудниками. Это действительно он такой человек, он действительно остался человеком. И я уже рассказывала когда-то эту историю. Я шла по Хрещатику, встретила Александра Михайловича, и он говорит, о, что делаешь? Я говорю, на обед иду. Он говорит, ну пойдем, я тебя провожу. И мы просто вот с человеком, миллионером, моим начальником большим, просто шли по городу Киеву, прогуливались. Он проводил меня до заведения, угостил меня обедом. И мы просто провели прекрасное время с человеком, которого по факту я видела несколько раз в своей жизни, который является большим человеком, у которого намного серьезнее связи, мощнее. Надюш, ты меня сейчас в краску гонишь? Нет, это правда. Я на самом деле по жизни очень скромный человек. Вы знаете, тут ничего такого нет, что какой-то я крутой. Это нормально. Это нормально. И когда у нас недавно был день рождения компании, в августе месяце, Герча Кинкова, я сказал только один тост. Я сказал, ребята, каждый из вас, это маленькая деталька, большого механизма. В часах нет механизма, без которого, вернее, есть каждый механизм, без которого часы не будут работать. Это очень и очень важно. Очень и очень важно. Вы должны понимать одну очень важную вещь, что, когда вы, ну будем говорить так, выбираете, что по жизни делать, то вы по-простому должны остаться человеком. Очень важный фактор для того, чтобы вы остались человеком. и не важно, не важно, какого вы сословия, не важно, какого вы сословия, не важно, какого вы сословия, важно просто, чтобы вы оставались человеком. И это очень мало, на самом деле, очень мало, Кто может себе это позволить Если вы не можете себе это позволить Не позволяйте Но просто будьте людьми Вот и все Тут ничего такого Прям что я такой какой-то крутой Какой-то там крутой начальник Ну я просто ценю своих людей И все Компания это люди Ты один ничего сделать не можешь Знаешь, очень хорошая есть Очень хорошая поговорка Которая называется Один в поле не воин Все И каждый маленький механизм часов Он заставляет эти часы работать Вот любая реальность Пружинка ослабла Звездочка перестала работать Все, часы не идут И очень важно То, что вы в первую очередь Уважали своих сотрудников Когда меня спрашивают Что больше и что важнее Это любовь или уважение Конечно уважение Любовь такое дело Никто не знает Сколько по времени Например она может продлиться Какое у нее бывает состояние Влюбленность Потом дальше любовь Потом еще что-то Но уважение оно либо есть Либо нету Либо тебя уважают Либо тебя не уважают Все И все, кто у меня знает Все мои сотрудники Я некоторых там из них не знаю У нас довольно-таки большая компания Но мы ценим абсолютно всех Все Не в зависимости Какую роль Эти люди Выполняют в компании Но каждый человек Каждый человек Он незаменим И ты должен к нему так Относиться Потому что Если ты будешь относиться К человеку По говняному К тебе будут относиться Абсолютно так же Это правда И вы еще сказали Не только про механизмы Потому что Каждый ваш сотрудник Это ваша семья По факту Ну такая Не личная Семья рабочая Надя знает Надя знает Надя знает одно Что когда У нас были люди Которым нужно было Помочь на операцию Или нужны были деньги На дом Или мы доставали С Иваном Свои личные деньги И давали Поэтому люди Хотят работать у нас В компании А не потому что Мы такие Крутые Или еще что-то Потому что люди знают Что если человеку Нужна помощь Поверьте у вас Были разные ситуации С нашими сотрудниками Разные Там И там У людей операции Были У родственников Были операции И людям надо было Там экстра деньги На зарплату Помочь Или все Мы с Иваном Всегда помогали Всегда И я могу об этом сказать Да Мне абсолютно Ну там Не зазорно Потому что Ну своих Сотрудников Надо уважать Почему это ваше лицо Но если вы их не будете уважать Они будут такие же говнюки Как и вы Вот и все Спасибо Александр Михайлович За такие советы По жизни Я тогда Вас оставлю в эфире Отключу А ты можешь оставаться У меня По сути дела Тема разговора Предельно проста Буквально на 10 минут Вот Ты можешь остаться С удовольствием Не графики сегодня Ничего показывать Я хочу просто Донести людям Там за 10 минут Какой-то смысл Да У меня Видишь даже Часов нет Я не смотрю на часы Я просто хочу За 10 минут Людям Донести смысл Чтобы они поняли Да У меня например Есть очень крутой алгоритм Я просто Ты мне позже напишешь Я тебе Даже сейчас Я тебе Вот Я даже приготовил Вот Я не хочу Омрачать Такой Смотри Вот какой Красивый алгоритм Видишь Это студент Сделал Очень красиво Я включил Видно Сейчас Должно быть Видно Видишь Если вы видите Все Поставьте плюсики Видно Все видно В эфире Видно Будет Да Я вот Приготовил Даже вот такой Вот Алгоритм Я Надя Мне потом Напишет И Сейчас Я его Давайте Прямо сейчас Я его Сейчас Наде Пошлю По ссылке Сейчас Одну секунду И я вам Его Подарю Сейчас Одну секунду Я думаю Что это будет Самый лучший подарок Вам Сейчас Надюш Я тебе Отправлю Да Я уже Видите Готовлюсь Так Все Я тебе Вот Его Отправил Все Да Сможешь Сегодня Ребятам Там Раздать Все Я тебе Отправил Так Еще Нет Пока Сейчас Получше Грузится Да Смотрите Я хотел Сегодня Вам Рассказать Одну Очень Интересную Вещь Я посмотрел Большое Количество Выступающих Да Я посмотрел Огромное Количество Выступающих Сегодня И очень Многие Там Рассказывали Там Про Такую Сделку Про Картинки Про То Про Циклы Все Остальное Это Очень Здорово У Меня Кто Смотрел Была Сделка По Карване Там Почти На Полмиллиона Долларов Вы Знаете Я Сейчас Расскажу Один Акдот Я Надеюсь Что Вы Все Понете И На Хорошей Какой Ноте Мы Сегодня Завершим Наш Марафон Потому Какая Разница Чей Это Алгоритм Это Вообще Не Имеет Значения Какой Это Алгоритм Вообще Абсолютно Но Это Организм Полозова Да И Там Сотрешь Только Наде Имя Фамилию Пока Не Загрузился Ну Загрузится Да Я Вам Хотел Сказать Одну Очень Важную Вещь Смотрите Есть Очень Хороший Анекдот Очень Смешной Когда В Дурдоме Решили Проверить Эмоции Когда Человек Падает С Десятого Этажа Ну В общем Одного Значит Псих Больного Запускает С Десятого Этажа Он Летит С Десятого Этажа И На Первом Этаже Все Псих Больные Собрались И ему На Первом Этаже Говорят Вася Ну Как Пока Все Нормально Вот К Чему Я Хотел Сказать И Завершить Сегодняшнее Выступление Просто Что Вы С Этаж Сегодня Ребята Великолепно Рассказывали Там И Витя Как Обычно Сделал Там Свою Очень Заумную Речь Он Очень Это Любит Там Очень Много Всего Такого Знаете Все Восхищаются Как Это Все Здорово Как Это Красиво А Вы Задали Себе Вопрос А Сможете Ли Вы Вот Нас Пятьсот Человек Почти А Сможете Ли Вот Задайте Вот Нас Сейчас Пятьсот Человек Задайте Прямо Сейчас Один Вопрос Сейчас Перестаньте Плюсики Ставить Перестаньте Писать А просто Задайте Себе Один Очень Важный Вопрос Какой У вас Шанс Дожить До Этого Светлого Момента Когда Вы Будете Уже Не Просто Понимать Графики Под Зарабатывать Деньги От Понимания Графиков От Картинки Все Остальное До Это Пропасть Огромная Пропасть И Я Понимаю Что Очень Много Вы Все Очень Довольны Вы Не Пришли Сюда Слушать Когда Герчик Расскажет Что Шансы Состояться В трейдинге Там Равны Проблизительно Пяти Процент Вы Не Представляете Я Видел Людей Которые Божились Что Они Все Будут Выполнять Кто Меня Знает С далекого 2010 Года В 2010 Году В Киеве Был Большое Мероприятие Трейдеров И там Даже Был Трейдер Который Подписал Залоговую Кто Помнит Этот Момент Он В интернете Есть Залоговую На дом Там Стоимость В 300 400 Долларов И Сказал Что Если Я Нарушу Правила Александр Михайлович Заберет Мой Доп Кто Помнит Эту Историю Можете Поставить Плюсы Это Прийти До Видите Мы Говорим Интересные Вечи А людям Очень Хочется Алгоритм Честно Скажу Одну Веч Если У вас Нет Дисциплины Нет Терпения Вы Можете Этот Алгоритм Распечатать Раздвинуть Себе Ягодицы И Засунем Себе В Доп Вот Он Реально Вам Абсолютно Не Поможет Я Вам Говорю Сразу Вот Валерий Очень Хочется Алгоритм Ваши Шансы Проблизительно Равны Нулю Потому Что Умный Человек Должен Сидеть И Слушать И Записывать А то Что Делаете Вы То Что Делаете Вы Абсолютно Безразлично Вам Что Мы Говорим Вы Сидите И Говорите Мне Хочется Алгоритм Вот Алгоритм Мне Сейчас Поможет Не Поможет Но Ваши Шансы Я Говорю Сразу Ноль Валерий Ноль Ваши Шансы Равны Нулю Объясню Почему Дело В том Что Если Вы Не Умеете Слушать Ваши Шансы Будут Равны Нулю Знаете Как Говорят Почему Бог Дал Один Рот И Два Уха Чтобы Человек Идти Дальше Мой Совет Один Не Идите Останьтесь Послушайте Возьмите Базу Но Ваша Проблема В другом Доживете Ли Вы До Этого Светлого Дня До Этого Светлого Дня Когда У вас Получится Зарабатывать Деньги И Вы Сможете Сказать Себе Спасибо Что Вы Смогли Себя Победить Значит Мы Сейчас Решили Там С Джеки Сделать Одну Очень Интересную Рубрику Которая Называется Созвон Со Студентом У меня Есть Студенты На Годовой Программе Так Назаваемые Плэковцы С которыми Я лично Созваниваюсь И Вот Вчера У нас Был Созвон И Парень Который У нас Ведет Ютюб Сережа Если он Слышит Ему Огромный Привет Профессионал Высокого И он Сказал Одну Вещь Шеф Это Пиздец Какая Идея И мы Просто Решили Записать Созвон Со Студентом Полностью Разбор Сделок Где я Ругаю Его Наказываю Или Еще Что И Мы Сделали Именно Сделаем Такую Рубрику Созвон Со Студентом Где Люди Сейчас Одну Секунду Ваши Шансы Равны Моими Я зарабатываю И не Благодаря Вам А причем Здесь Я Единственный На этом Пространстве Это Более Тупорылые Вещи Я Вообще Абсолютно Сказать Не могу Я Если Вы Переходите На Личности То Я Просто Обобщил Ситуацию Что Люди Которые Не Выполняют Правила Они Очень Плохо Заканчивают И Я Не Понимаю Вы Причем Если Вы Будем Говорить Так Вы Вы Именно Решили Ну Ладно Ничего Страшного Забрал Я В итоге Ну Конечно Нет Я Порядочный Человек И Я Никогда Не Играю На Слабости Других Людей Конечно Я Не Забрал Звали Его Адам И Люди Знали Я Ему Отдал Залоговы И Никогда В жизни Сказал Никогда Не Давай Даже Палец За Другого Человека Знаете Как Другие Я Я Максим Семеновский Сказал Мой автобизнес Благодаря Вам Стал В два Раза Лучше Работать А я Могу Объяснить Почему Не Потому Что Я Что То Сказал А Потому Что Этот Человек Услышал То Что Он Хотел Услышать Я Просто Говорю Свои Мысли Каждый Воспринимает Свои Мысли Как Он Хочет Слышать Просто Запомните Одну вещь Наверное Макс Если Хочет Отписать Почему Он Наверное Ответит Тогда Вы Начинаете Работать От Риска Потому Что У Меня Был Такой Студент Который Свой Бизнес Взял С 1 Миллиона До 5 Я Был В Бизнесе В Огромном Бизнесе Наша Компания Whole Brothers Я Был Один из Партнеров У нас Было Четыре Три Партнера А Наша Компания Делала На Бизнес Потому Что Если Вы Научитесь Торговать Будет Подвластен Любой Бизнес Если Вы Будете Идти От Рисков Да От Рисков То От Этого Будет Все Нормально Вот Еще Шеф Какие Рыночные События Тренды Вам Сейчас Интересны На Рынке Всегда Можно Зарабатывать Деньги Вы Задаете Какие Вопросы Которые Абсолютно Глупые На Рынке Постоянно Из вас Можно Что-то Заработать У меня Недавно Была Акция Карвана Кто У нас Был В телеграм Канале Я Акцию Карвана Показывал Я Продал За 52 Доллара И Откупил Ее По 26 Половиной За 50 Процентов Сделал На Акции Карвана У меня Были Апционы Апционы Дали Почти Тысячу Процентов Каждый День На Рынке Есть Возможность Вы сегодня Слышали На Картеле Разных Людей Каждый Из них Рассказывает Что-то Через Свою Призму Каждый Из них Прав Вопрос 1 Доживете Ли Вы До Этого Уровня Когда Вы Сможете Делать Такие Выводы Вы знаете Для меня Самое Важное Когда Я Пришел В Трейдинг Когда Я Начинал Для меня Самое Важное Было Только Одно Это Доживу Ли Я До Этого Светлого Момента Когда Я Начну Зарабатывать Деньги А Зарабатывать Деньги Это Ничто Еще Раз Рассказываю Вам Про созвон Вчерашнего Студента Зовут Его Назар Значит Вчера Был созвон С Назар Назар Со мной 14 Месяцев На самом Деле Он Меня Знает С 2012 Года Он Даже Там В интервью Сказал Что Знает Меня С 2012 Года И Даже Присыл Мне Фотографию Когда Мы Были Там Совсем Молодые Так Вот У Назара Был Очень Тяжелый Месяц Я Сказал Это Не Потому Что С тобой Что То Не То Просто Ты Попал В Рыночную Конъюнктуру Которой Ты Никогда Не Был Это Представьте Себе Давай Надю Возьмем Надя Ты Машину Водишь Я Нет Не Вожу Понял Так Хорошо Давай Не Важно Папа Твой Водит Машину Да И Молодой Человек Водит Поэтому Я Штурман Смотри Давай Про Твоего Молодого Человека Просто Возьмем Молодой Поклеить Сколько Твоего Молодого Человека 27 27 Вот Представь Себе Он Когда Первый Раз Спроси Его Когда Он Первый Раз Попал На Лед Или В Снег Это Та Ситуация В Которой Вы Никогда Не Бывали Я В Своё Время Брал Курсы Экстремального Вождения В Германии И Когда Я Пришел Там Был Такой Классный Учитель Учитель Который В своё Время Возил Канцлера Германии Очень Много Лет Назад Который Просто Брал Лимузин И На Лимузине Вытворял Такие Вещи Которые Я На Обыкновенной Машине Никогда В жизни Даже Не То Что 10 Процентов Не Смог Никогда Делать И Вы Знаете Когда Пришел Я Сказал Просто Сначала Объясни Мне В Теории Чтоб Я Понимал В Голове А Потом Я Смогу Это Профилировать На Практике Очень Важный Фактор Очень Важный Постулат Что Практика Выходит Из Теории Не На Оборот Ты Не Можешь Поехать На Практике Практиковаться Ездить Там На Льду Если Ты В Жизни Никогда Не Ехал Ты Расхуяришь Машину И Дай Бог Просто Чтобы Машину Разбил И Еще Хуже Того Покалечишь Себя И Других И Когда Мы Начали Разговаривать Он Третья Резина Такая Четвертая Резина Другая Прошел Дождь Мокрый Снег Ну То есть Он Мне Просто В теории Рассказал Как Машина Себя Ведет Вот Он Взял То Что Делаю Всегда Я Взял Листик Бумажки Как Вы Знаете Как Скорости Ты Едешь Как Тебе Начинает Вести Вправо Тебя Ведет Или Влево Например У меня Была Такая Ситуация Благодаря Ему Я Еду Всего 30 Миль Час 50 Километров Час Начинается Просто Дикий Снег У меня Заднеприводной Мерседес Снега Вообще Не было Никто Не Заднеприводной Мерседес С 55 400 Лошадей Мотор Ну Тогда Это 20 Лет Назад Это Круто Было Сейчас Машина По 700 Лошадей И Все Нету Тракшн Контрол И вдруг У меня Просто Вот так Начинает Машина Начинает Вести И просто Благодаря Тому Что Я Технически Теоретически Помню Все Записывал Все Что Он Рассказывал У меня Сразу Просто В голове Я Сразу Переключаю Машину На первую Скорость Машина Сбрасывает Обороты Там Включаю Зад И Меня Начинает Медленно Спокойно Останавливать Потом Начинает Вперед Быстро Делаю Такой Люд Меня Разворачивает Я Уезжаю Вперед От машин Которые Были Впереди Меня И Очень Важный Вопрос Был Тот Что Я Начал С теории Я не Пришел Сказал Давай Сейчас Мы За руль Сядем Ты Мне Расскажи Там Нас Ведет Вправо Мы Поворачиваем Влево Это В кино Вы видите Такие Вещи Курс Был 9 дней Из которых 4 дня Была Только Теория Только Теория Только Потом Мы Вышли Там Мы Так Попробовали Мы Так Попробовали Когда У тебя Забитая Резина Когда У тебя Блысоватая Резина И Все Остальное И Знаете Я Просто Этому Человеку Благодарен Потому Что Один Раз В жизни Он Спас Жизнь Один Раз Больше Не Надо Один Раз И Все И Очень Важный Фактор Когда Я В армии Служил У нас Был Идеальный Прапорщик Который Просто Сказал Вы же Понимаете Одну Вещь Не Атомная Война Ядерная Война Легли Прикрылись Не То Что Пепел Останется Но Когда Были Какие Ситуации Просто Элементарные Ситуации Ближний Бой Или Автомат Или Еще Что Тебя Просто Учили Определенным Вещам Чтобы Ты Не Обосрался И Очень Важный Фактор То Что Я Вам Пытаюсь Объяснить Что Перед Тем Как Вы Пойдете Вот Этот Тяжелый Бой С Трейдингом Возьмите Хороший Груз Теории Себе Я Не Пытаюсь Рекламировать Ни Груз Перезагрузка Ни Себя Ни Каналы Ничего Я Просто Объясняю Одну Вещь Что Без Теории Никакой Практики Не Будет И Только Благодаря Тому Что Я Когда-то Спасибо Макс Я Когда-то Только Благодаря Тому Что Я Очень Много Времени Все Кто Меня Знает Я С 4 15 Утра Был На Работе Каждое Утро 20 Утра И Все Те Кто Меня Знает Что Только Бою То Есть Перед Тем Как Вы Пойдете Дальше Не Надо Сидеть Я Просто Читал Комментарии Вы Прям Восхищаетесь Ой Ой Ребята Даже Если Вам Расскажут Граль Святой И У вас Нет Дисциплины И Скажет Кластера Мы Про Важные Вещи А тут Человек Если Вы Давно Трагуете Не Слышали Кластера Можете Просто Зайти В интернет И Там Все Четко Написано Никаких Проблем Не Будет Поэтому Очень Важный Фактор Приобретите Достаточно Теоретических Знаний Чтобы Дальше Идти Вперед И Тогда У вас По-простому Будут Все Шансы Поверьте Мне Мы Все Очень Стараемся Видео Которое Мы Стараемся Делать Бесплатное Видео Обзор Сделок Обзор Графика Это Что Не У Всех Людей Есть Шанс Курсы Купить Еще Что Сделать Поэтому Я Всегда Помогаю Я Был Очень Бедный На Самой Деле Там Изначально Моя Семья Была Очень Бедная Я Недавно Нашел Бумажку Документов Своей Квартиры У нас Было 31 Квадратный Метр На Шесть Человек Шесть Человек Жили В 31 Квадратном Метре Я И Когда Например Как Лена Любит Говорить Да Мы Даем Плюшки Это Не Плюшки Это Возможность Наша Дать Вам Возможность Помочь Чтобы Вы Куда Шли Никакого Засоса Нет Элементарно Пополнились Я Условия Не знаю У меня Даже Ничего Не Записано Пополнились На Какую Сумму Получили Перезагрузку Или Какие То Еще Другое Или Что Другое Или Например Кокус На Демо Счетах Это Все Сделано Для Того Чтобы Вы Смогли Сделать Шаг Вперед Но Опять Ж Не Надо Бежать Сломя Голову Просто Берите Работайте Готовьтесь И Тогда У Вас Будет Шанс Кем В Жизне Стать Я Могу Сейчас Графики Показывать Как Я Например Сделал Обзор Три Дня Назад По Бит Как Биток Пошел До Тридцать Шесть Тысяч Пять Процентов Вопрос Не В Вопрос Когда Вы Уйдете Отсюда Кем Вы Станете Вот Это Самое Важное А Все Остальное Это Все Хрень Вы Там Чуть Чуть Подучились Там Чуть Подучились Цифры Какие Посмотрели У Кого Какие То Картинки Но Пока Вы На Своей Шкуре Собственной Не Проживете Ничего Не Будет Последний Закончу Последнюю Фразу Потому Что Кто Говорит Что Конфета Сладкая У Вас Сладкого В рту Не Будет Оксана Прихалыч Я Вас Заслушалась Я Люблю С Вами Разговаривать Не Только В Эфирах Но И В Личной Личных Беседах Правда Заслушалась И Вон В Чате На самом деле Вы Ругали Тех Кто Перебивал Какими Вопросами Но Большинство Я Не Перебивал Просто Я Тебе Говорю Сразу Я Даже Не Перебивал И Не Ругал Нет Зачем Не Ругать Это У Каждого Человека Своя Жизнь Просто Я Тебе Говорю Сразу Как Человек Который Прожил 52 Года Это Люди Которые Ничего Не Добьются Ничего Потому Что Есть Очень Хорошая Поговорка Которая Называется Приблизительно Так Ты Ничему Не Можешь Научиться С Открытым Ртом Все Даже Ни О чем Говорить Это Люди Это Люди По Простому Которые Никого Не Слушают И Ничего Не Слушают А Чем Вообще Даже Тратят Свою Энергию А Чем Они Сюда Приходят Если Безразличное То О чем Мы Говорим Это Правда Поэтому Я Ему Объяснил Да Бог Дал Один Рот И Два Уха А еще Два Глаза Чтобы Человек Смотрел В оба Очень Меня Знаете Всегда Радует И Очень Умиляет Если Можно Так Сказать Что Когда В чате Пишут И Это Ваши Студенты Ну То 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 Вы Знаете Каждого Знаете Поименно Я Не Не Знаю Каждого Например Станислава Филиппского Я Знаю Потому Что Он Очень Активный Участник Там Руслана Сегодня Почему То Я Не Видел Просто Эти Люди Когда У нас Например Есть Обзор По Средам Да У нас Одну Неделю Обзор Рынка Одну Неделю Обзор Акций Я Вижу Этих Людей Я Вижу Картинки Многих Я Картинки Сохраняю Потом Я Эти Картинки Показываю Другим Людям И Для Меня Это Конечно Очень Важно Никиту Я Помню И Соколова Я Запоминаю У меня Очень Хорошая Память Это Те Люди Которые Участвуют С нами Но Это Наша Часть А Твоя Часть Это Твоя Сущность Все Вот Так Вот Видите Если Вы Активный Если Вы Правильные Вещи Делаете То Александр Михайлович Всегда Вас Запомнит Александр Михайлович Никогда Не забывает Тех Кто Делает Правильные Вещи Правильно Я Кстати Никогда Не забываю Даже Тех Кто Делает Неправильно Я Просто Понимаю Что Так Лучше Не Я Абсолютно Не Злопамят Я Просто Понимаю Что Так Делать Не Надо Я Каждый Человек Есть Хорошая Поговорка Спасибо Одним За Сказку А Другим За Стряшку Вот Это Самое Главное Как Каждого Человека Чему Можно Научиться Вас Обманули Значит Либо Вы Плохо Просчитали Этого Человека Либо Вы Позволили Ему Себя Обмануть Вот Если Мне Кто Там Где-то Что-то Стройку Делает Или Ещё Что-то Я Человеку Говорю Ты же Понимаешь Если Ты Меня Обманул По цене И Мне Пришёл Другой Человек Ты Просто Потерял Хороший Контрак И Все Больше Ничего Правда Не Обманывайте Друг Друг Самое Главное Себя Не Обманывать Да Когда Мне Кто-то Говорит Вот Как Они Могли У Меня Один Ответ Знаешь Какой У Каждого Своя Совесть Всё У Каждого Своя Совесть И Свой Путь И Своя Жизнь Это К Нам Воздастся Всем Всё И Доброта И Злость Плохие Хорошие Знаешь К сожалению Хорошие Люди Тоже Получают Пиздюлей К Сожалению А может Иногда К счастью Может Быть Это Будет Каким То Толчком К Движению Ты Знаешь Ты Не Поверишь Мне Последние Два Года Моя Самая Любимая Поговорка Вы Никогда В жизни Её Не Отгадайте Вот Никогда Было Было Счастье Да Несчастье Помогло Просто Последние Два Года Просто Вот Всё Что С Дистанции То Что Я Считал Что Очень Плохо И Ненужно Мне Было И Зачем Мне Это Нужно Было Оказалось Очень Хорошо В будущем Очень Помогло Поэтому Не Было Счастья Да Несчастье Помогло Очень Хорошая Я Знаю Огромное Количество Поговорок Вы Видите У меня Сзади Огромное Количество Книжек Да Ещё Знаете Большое Количество Анекдотов Всегда У меня Очень Много У меня Вот даже Есть Книжка Вот здесь Вот Она Называется Еврейские Анекдоты А есть Книжка Которая Называется Еврейские Мудрости Вот у меня Книжка Очень Интересная Волшебники Из Айпада Это Новая Сказочная Повесть Лукшина Там написал Мой студент Да Мой студент Очень Классная Книжка Есть ли Дарственные Надписи Или нет Сейчас Нет Дарственные Надписи Нет Вот он Написал Называется Волшебники Из Айпада Сказочная Повесть Вот у меня Есть Очень Красивые Экзюперии Маленькие Да На всех Языках Да У меня Огромное Количество Я думаю Что у меня Наверное Это только Маленькая Часть У меня Наверное Книг 300 И Кстати Я сейчас Покажу Похвастаюсь У меня Есть Одна Очень Интересная Вещь Это Самое Первое Издание Маленького Принца Сумас В Вышла В Америке В 46 Году Это Самое Первое Издание У меня Есть Много Есть Очень Красивые Карточки Вот Это Студенты Рисовали Для Меня Смотри Это Студенты Мне Рисовали Карточки У меня Есть Я сейчас Покажу Даже Все Храню Сейчас Где-то Найду У меня Даже Студенты Мне Сейчас Покажу Мне Студент Написал Подарил И Написал Мне Стих 9 13 21 На Украинском Вязыке Вызебрался На Святый Дядю Сашу Проготать И Сегодня Вен Светкову Хочется Широ Побожать Все Что Мне Студенты Дарят Я Всегда Храню Если Кто-то Говорит Он Не Видел Например Что-то Я Всегда Все Храню У Очень Красивый Подарок Это 50 Франков Маленький Принц Зупери Такие Больше Невозможно Нигде Найти В 99 Год С 2000 Года Уже Во Франции Было Евро И Вот Такую Банкуту Практически Невозможно Найти Она Идеальная У меня Есть Очень Красиво Мне Тоже Подарили Маленький Принц Здесь По-французски Написано По-французски Написано Что Зорко Одно Лишь Сердце У меня Очень Много Всего Есть Там Это Все Что Мне Студия Дарит Вот Кстати Тоже Вот Я Собираю У меня Очень Очень Много Всего Это Просто Мне Дает Очень Хорошую Энергетику Это Аура Это Кстати Одна Из Называется Посидим По-большому Класс Да И вот Такие Вещи У меня Все На столе Бывает Все В жизни Бывает Плохое Настроение Или Еще Что Ты Всегда Открываешь Начинаешь Смотреть Тут Там Все Что Угодно Много У меня Штучек Памятных Вот Так Вот Видите Если Хотите Порадовать Александра Михайловича Герчика Можно Это Не К этому Сказал Нет Сто Процент Но Это Приятно Видите Вы Сказали Это Вам Дает Позитивную Энергетику Значит Люди Вам Дарят Это С Позитивной Энергетикой Это Аура Конечно Это Вибрация Для Меня Очень Важно Очень Важно Это Знаешь Самое Интересное Сейчас У нас Семинар Будет 9 Ноября В Турции В Стамбуле И 8 Числа Многие Люди Просили Так Назаваемый Бизнес Завтрак С Герчиком Потому Сейчас Это Модная Тема Все Делают Бизнес Завтраки Иван Кстати Наш Очень Любит Он Обожает Бизнес Завтраки В Дубае Он Очень Любит Он Очень Много Может Интересного Рассказать Ему Очень Интересно Всегда Слушать Я Сам Обожаю Его Слушать Но Для Меня Он Просто Дверок Ваню Я Очень Люблю 13 Лет Вместе С 2010 года С Как раз Едет А вот У нас Есть Один День 8 Числа Называется Бизнес Завтрак И Огромное Количество Людей Записалось На этот Бизнес Завтрак Просто Попиздеть Просто Говорят Шеф Мы Просто Хотим В неформальной Обстановке С вами Пообщаться Вот Это Наверное Самое Приятное Для Меня То есть Помимо Знаний Люди Просто Хотят Я Вам Согну Руками Сердечко Из Ящик Пандоры У Меня Не Был Никогда Сердечко Из Гвоздя Я С Удовольствием Буду Хранить Просто Чтобы Вы Понимали Я Всегда Храню Все Подарки Которые Мне Дарят Вот Это Только Часть Вы Видите Сейчас Я Покажу Вы Выше Смотрите Это Только Маленькая Часть Это Только Маленькая Часть Вот Видите У У меня Огромное Количество Клоунов Всего Остального То То Это Все Что Мне Люди Дарят Я Всегда Храню Всегда Собираю Всегда У Мне Есть Все Книжки Все Подписи Увидели Даже У Человека Который На День Ожедения Стихи Подарил У Меня Все Храню Я Люблю Коробочки Разные Держу У Монетки Сейчас Покажу Монеточки У Старые Советские Рубри У Денюшки Есть Я Монеты Не Коллекционирую Монеты Коллекционирует Иван Но У меня Есть Просто Так Получилось У 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 Мне Очень Нравится Штучки Вся Блокомод У Меня Я Очень Люблю Когда Когда Я Работал В Магазине Мне Подарили Домашнее Задание Каждый День Я Делаю Вот Так Вы Известили Нашу Экскурсию К Александру Михайловичу В Комнату Получили Неожиданно Вы Даже Не Видели Десятой Части У Меня Такое Количество Как Нибудь Сделаю Запишу Виде У У У У Такое Количество Клоунов Вообще На Первом Этаже От Вот Таких Вот Миниатюрных И Вот Такие Вот Реально Полуметровые Метровые Клоуны Есть Огромные Класс Супер Это Так По-душевному Так Приятно Всегда Вы Правильно Сказали Что Можно Не Только О Каких Том Трейдерских Профессиональных Вещах Поговорить А Вот Так Собраться У Нас Не Бизнес Завтрак У Нас У Бизнес Завтрак У Кого Бизнес Ужин Такой Бизнес Эфир Нет Душевный Эфир Я Это Назову Поэтому Такой Формат Очень Любят Наши Зрители Те Кто Действительно Всегда Знаешь Я Тебе Скажу Одну Вещь Что Для Меня Вообще Это Самое Главное Выучить Графики Выучить Картинки Вот Представляешь Станислав Филипповский Он Такие Сделки Пацан Делает Я Не Знаю Откуда Кто Что Он Такие Классные Сделки Сделает Но Если У тебя Дисциплины Нет Ты Ничто Ты Реально Ничто Поэтому Я Пытался Людям Объяснить Что Самое Главное Самое Главное Это Именно Внутреннее Состояние Чтобы Они Когда Им Хуево Чтобы Они Открыли Эфир Графики Смотреть Я Я Тебе Гарантирую Они Не Будут Смотреть Графики Они Сядут И Скажут Блядь Вот Станислав Привет Из Харькова Никто Не Будет Смотреть Графики Или Что Витя Макеев Нам Рассказывал Человек Сядет Скажет Сука Мне Хуево Вспомни Посмотреть Например Я Скажу Очень Люблю Короткометражные Фильмы И Я Обожаю Если Вы Посмотрите Сейчас Я вам Покажу У меня Огромный Видите Будете Меня Узнаете С другой Стороны Вот У меня Сейчас Я покажу Будет Видео Видно Да Да Сделали Да Вот У меня Вот Здесь Вот Посмотрите Это Все Короткометражные Фильмы Я Очень Люблю Я В день Смотрю Пробязательно 2-3 Короткометражных Фильма Не более 12-15 Минут Великолепный Вот этот Фильм Муза Великолепный Пару дней Назад Вчера Я смотрел Один Фильм Вот этот Оглянись Назад Честно Просто Вот Слезы Слезы И Есть Такие Классные Короткометражные Фильмы Просто Люди Талантищи Не надо Там Полтора Два Часа Сидеть Есть Такие Просто Короткометражные Фильмы Которые Берет И Тебя Молотком По Голове По Голове Просто Тебя Гуг Дали Понял Поэтому Зайдите Просто На Ютуб Напишите Короткометражные Фильмы Один Из которых Очень крутой Фильм Это Оглянись Назад Безумно Хороший Фильм Я посмотрел Некоторые Фильмы Я даже Пересматриваю Второй Фильм Был Уходя Сейчас Скажу Одну Вечу Так Сейчас Тут Станислав Филипповский Написал Что Ваша Книга И Маленький Принц Это Единственная Книги Которые Мы Забрали Уезжая Из дома В начале Войны Да Я видел Да Очень Даже В Неве Добр Вы Меня Никто В Неве Не Видели Я В Неве Череп Могу Проловить Рукой Реально Но Я уже Забыл Когда Я был В таком Состоянии Знаете Трейдинг На самом Деле Как Правильно Написал Молодой Человек Трейдинг На самом Деле Тебя Учит Как Быть Дисциплинированным Как Держать Свои Эмоции И Я Настолько Стал Спокойный Благодаря Трейдингу Я Забыл Когда Я Голос Повышал Вот Честно Я Забыл Когда Я Повышал Голос То есть Я Вообще Не переживаю А вот Сейчас Покажу Кое-что Сейчас Одну Секунду Да Ромашка Нет А что Такое Вообще Нет Конечно А что Такое Не Будем Перебивать Не Не У меня Переписка Есть Я С ним Вообще По голосам Вообще Не Разговаривал Что Сейчас Подожди Так Сейчас Мы Не 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 У нас Прямой Эфир И Проблем Какие-то Вопросы Александр Михайлович Тоже Решает В прямом Эфире Поэтому Это Говорит О том Что Вот Она Связь Прямая Трансляция Ну Конечно А что ты думал Это запись Ну Конечно Я не люблю Просто Да Я не люблю Когда люди Например Врут У меня Вот Например Вот Человек Сказал У меня Сразу Есть Переписка Да Просто Я вам Сейчас Покажу Чтобы Вы Не Понимали Я Сразу Сразу Посылаю Вот Мой партнер Я Сразу Посылаю Переписку Да Чтобы И все Поэтому После книги Пошли плюсы Ну Вообще Отлично Очень хорошо Посмотрите Вот этот Роскошный Фильм Просто Роскошный Вчера Меня Просто Так Тронул Вот Посмотрите Вот Сейчас Включится Вот Уйти нельзя Просто Роскошный Сохраняем Себе Фильм Да Обязательно Получите Море удовольствия Серьезно Ну что Все будем отпускать Да Александр Михайлович Спасибо вам большое Вам уже полетели Сердечки В чате И мое сердце Тоже летит к вам Я надеюсь Что Скоро Мы с вами Увидимся Или на Офлайн Наших встречах Или просто На какой-нибудь Встрече Я буду Очень этому Рада И все Наши зрители Будут рады И друзья Я напоминаю Что вы можете Писать Александру Михайловичу В инстаграм Он всегда Открыт к общению Я сам отвечаю Да Александр Михайлович Отвечает всегда сам Он мне всегда Говорит Надя Бросай мне все Что надо Я все запощу Все прорекламирую Это показывает То что человек Находит время На всех Чтобы что-нибудь Ответить Что-нибудь делать Спасибо большое Найдите себе Баланс И найдите в себе Как это слово Называется Красиво Сейчас вспомню Забыл Короче Баланс Спасибо большое Сейчас Как это слово Называется Энергию Баланс И энергия Короче Все хорошо Как оно называется Спокойствие Нет Там красивое Такое слово Как оно называется Сейчас Зло Сейчас только Ответит У нас умная Да Я тоже Вот давай Стержень Не Не Баланс Это Как оно называется Это слово Забыл Гармонию О Я же сказал Вот какие молодцы Я же сказал У нас Просто народ душевный Все Роман Спасибо Да Молодцы Гармонию Абсолютно Миротворение Одно и то же Да 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 Очень важно Видишь Какие у нас Протисципаны Замечательные Ребят Всех очень люблю Всем мирного Неба над головой Все что Сможем помогать Всегда будем помогать И это Самое главное Алгоритм Будет Паша Макаров Похуй Надя Потом Я все Надя Отослал Еще не пришло Оно видимо не прогрузилось Я потом вам напишу Не может такого быть Я тебе Нет У меня все ушло Тебе Так Может вы не мне скинули Я сейчас вам майкну Ты мне утром написала Вот ты Надя Свечелка А Вы мне на почту скинули Видите Я не поняла Нет Вот и поц Я Да Все Я подумала В телеграме А вы на почту Я все Сейчас Исправлю Да Нашла? Да Да Мы все Отдадим Ничего Не скрываю Все Всем любви Знаете Я вам скажу Одну феноменальную фразу Сейчас я ее найду Это вот просто Меня Покорило Вот буквально Неделю назад Я ее читал Сейчас я вам прочитаю А я пока Качаю торговый алгоритм И скажу Что мы не сможем Дать Слушай В конце своей жизни Зигмунд Фрейд Опустил руки Сказав Что при всем Интересе К своему методу Психоанализа И всем Интерпретациям Он пришел К выводу Что лечит Только любовь Ух ты Ух ты Надеюсь Она нас всех Излечит Любовь К себе К окружающим К миру Все Всем привет Всех люблю Всем удачи Увидимся На просторах интернета И Кто приедет Увидимся в Стамбуле Всем удачи И мы вас очень любим Очень вас любим Ценим Спасибо вам большое Александр Михайлович Субтитры сделал DimaTorzok